Он полный рост, его никто не видит. Нос, глаз, усы, борода и во всех картинах моих тайный смысл. 25 октября отмечается Международный день художника. И сегодня мы пришли в мастерскую к заслуженному художнику Российской Федерации Владиславу Ковалю. Как сказал Виктор Пермяков, наш поэт, что квадромбы – это квадрат, ставший на пуанты и пустившийся в фуэте. И картина квадратная, привычная к нашему восприятию, она прямоугольная, поэтому нет никакого резонанса. И вдруг я ставлю картину на угол. А если формат звезды, то представляете, картина, в которой ты что бы ни написал, она начинает не вбирать в себя, а излучать. Как сияние звезды. То есть она выходит за грани, фактически сияние. И поэтому этим картинам не нужны рамы. То есть это картины 21 века. Это открытие нового столетия, нового тысячелетия. И что это полностью меняет понятие о композиции. Композиции здесь практически нет. Здесь она свободна. Я за эту пандемию, конец 19-го и 20-й год до лета, написал 20 картин. А потом еще 10 картин. И у меня получается, что за пандемию 30 картин. То здесь я погрузился в творчество. Это такой кайф. Просто уйти в это и писать. Все время какие-то дела. А так ты можешь отбодаться от этого, сказать, ребята, сейчас пандемия, я на самоизоляции. И этим самым работать, работать и работать. Вот если взять картину, то мой автопортрет, написанный в юности, она самостоятельная. Мало того, она была на выставках. Она была первой работой, которая в живописном плане была представлена зрителям еще когда мне было 19 лет. Хотя до этого, конечно, у меня были рисунки. Я публиковался в газетах. То есть я как художник состоялся очень давно. В ранние годы. Ну вот такая фундаментальная работа. Мой автопортрет как раз получилась. Именно в 1969 году написанная. В голубом свитере. В таком. Вот это была моя первая живописная работа. Тот же Никас Сафронов, который мне заказал работу, когда был на моей выставке персональной в Москве, просто обратился ко мне с просьбой, чтобы я написал его портрет. Я сказал, Никас, зачем тебе это надо? Ты же сам художник. Ты же можешь великолепный. Он говорит, скажу тебе, ты художник от Бога. Я хочу заказать тебе портрет. Я два года мурыжил его, но все-таки написал. И я сделал трансформер из четырех картин, которые составляют одно полотно. И оно называется Никасия. Никас и я. Я к современному и к классическому, я к любому творчеству отношусь положительно. Конечно, я не люблю патологических картин. Просто из-за того, что они противоречат истине. И патология, она всегда разрушительна. Я творец созидания. Ну и какой совет вы бы дали молодым начинающим художникам? Я думаю, что, наверное, не слушать никого, а слушать только сердце Господа, которое придет в ваше сердце и даст вам все ответы на все вопросы в жизни. Поэтому у вас и будет в этой жизни путь, куда идти и что делать. И знать, для чего вы живете на этом свете. И все. Поэтому я начинаю день с молитвой и заканчиваю ее с молитвой. Потому что я благодарен Всевышнему за день, прожитый. За то творчество, которое он мне позволил свершить. Редактор субтитров А.Семкин